Я обещал при помощи рассмотрения гауссовых сумм доказать квадратичный закон взаимности. Замечаю, сейчас это сделаю. Для того, чтобы это сделать, мне потребуется короткое напоминание. А именно очень важная такая вот формула. Если число х простое, то число сочетаний из куба единицы, число сочетаний из куба 2, все такие числа сочетаний делятся на число х. И если вы возводите сумму в культуру стиль, то это то же самое. Каждое слагаемое возвести в культуру стиль, если вас интересует только остаток от деления на му. На самом деле это очень известная вещь. Давайте это вспомним. Для начала вспомним, как это выглядит для случая у равно 2. х квадрат плюс 2ху плюс у квадрат. Вот это делится на 2. Как это выглядит для тройки? х квадрат плюс 3х квадрат у плюс 3ху квадрат плюс у х квадрат плюс 3ху квадрат плюс у х. Это все делится на 2. Как это выглядит дакет? x в пятый, 5x в четвертый на 5 делится, 10x в квадрате на 5 делится, 10x в квадрате на 5 делится, 5x в четвертый на 5 делится и у в пятый. Если вас интересует только остаток деления на 5, то вот это 10x. Как доказывается в общем случае, надеюсь, вы умеете. Дело в том, что число сочетания из q по любому числу m, это, как известно, q факториал разделить на m факториал, q минус m факториал. Если q простое число, то есть здесь у нас есть q, q минус 1 и так далее, q простой множитель q есть, а внизу простой множитель q нет. Значит все, числа сочетания из q по чему угодно, от 1, 2 и 3, q минус 1 делятся на q. Ну и бинон гетлона, соответственно, это коэффициент бинона гетлона, значит так и будет. Господа, на самом деле, по большому счету я уже все рассказал про тот самый квадратичный закон взаимостей. Я сейчас гауссу сумму, внимание, для числа p. Возведу ее в степень q и возведу двумя способами. И получено квадратичное закон взаимостей, это доказательство важно тем, что оно в каком-то смысле дейное, то есть, понимаете, я вам рассказывал доказательство с распиениями, оно, конечно, тоже было хорошее, и там тоже, естественно, умственно, все это возникало, но все-таки вот было чуть-чуть ощущение чуда, вот там почему симметрия возникает, вот, а здесь мы просто возведем ценность. Так вот, ребята, я буду возводить. Двумя способами. Первый способ, основа. Меня при этом будет интересовать остаток отделения на q. Вы, правда, спросите, а, извините, а что такое остаток отделения на q? Если, извините, у меня эпсилон, это корень из единицы. Я же написал, что эпсилон, это косинус вот этого, да? Ребята, я это написал. Это, ну, показывай. Я срочно, где-то быстро, быстро сотрую. Я это сотру, 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 потому что если эпсилон, это какое-то иррациональное число, то вообще совершенно непонятно, что такое брать остаток отделения на q. Да, и вот это ему нужно четверить. Вот, вот это нам нужно. Да. Что же такое принятие эпсилона? Понясняю. Эпсилон. Это корень уравнения. Эпсилон в п-1 плюс Эпсилон в п-2 и так далее. Плюс Эпсилон в квадрат плюс Эпсилон в п-1 и так далее. С этого момента все эти косинусы, забыли? Меня интересует только вот это. Правила для вычисления с числом Эпсилон становятся строго алгебраическими. Как только где-то он видел Эпсилон в п-1 степени, сразу замени его на минус Эпсилон в квадрат, квадрат минус Эпсилон в квадрат. То есть, господа, на самом деле, таким образом мы плавно переходим к вопросу о том, что такое алгебраическое расширение и что такое алгебраическое число. Может быть, вы слышали такие страшные слова. Число Пи трансцендентно. Помните? Трансцендентный – это значит неподдающийся изучению. В математике это, конечно, не такой философский вред. В математике трансцендентный – это значит не является корнем алгебраического управления. И вот число Эпсилон – оно евроическое. Эпсилон – это корень вот такого уравнения. Это очень важная вещь. В какой момент вы занимаетесь анализом? То есть, в какой момент у вас Эпсилон – это настоящий косинус, синус, и располагается на плоскости, на настоящие вещества или комплексные. А в какой момент вы занимаетесь только этим? Это два совершенно разных взгляда на мир. Почему? Потому что, когда вы, скажем, занимаетесь вычислениями… Ну, давайте мы не знаем, а про обычное число И, которое в квадрате равно минус единице. Когда вы занимаетесь с точки зрения анализа, то вы понимаете, что число И – оно вот вверх, единица – сюда, ну и так далее, у вас есть плоскость. И минус И – оно сюда. Согласны? Но, если вы будете пользоваться только тем, что И в квадрате равно минус единице, то у вас нет никакого способа отличить эту точку от этой хиромы. И если вы действительно в вычислениях, в своих рассуждениях нигде не будете пользоваться тем, что И – оно именно вверх, а не вниз, то в таком случае есть так называемый автоморфизм. То есть везде. И заменить на минус, у вас есть минус и на минус. И у вас все должно остаться. Ребята, это иногда помогает. А если вы имеете вот здесь вот, то этих самых автоморфизмов еще хуже. А именно, вы можете вместо епсилона, если честно, взять любой корень, или любой, если по минус один корней. То есть вы не отличите епсилон от епсилона квадрата при помощи алкота. Вот вся эта наука, по большому счету, называется теорией Глуа. С этого момента епсилон – это никакой не косминус и синус, да? Это корень вот такого футболического равнения. Правило для выполнения действий вот такое. Кстати, помните, я объяснял на прошлой лекции моей, что вот этот многочлен не разложил на вложители с целых коэффициентов. Ну вот так вот. Многочлен деления круга на B частей не разложил. Вот, а это здорово. Это означает, что действительно, действительно, это не какое там произведение пускулок, а действительно единый мир отложения многочлен. Итак, что такое тогда по-могу любви? То есть, я очень хочу подробно все это объяснить, чтобы у вас не было ощущения какой-то так числовой мистики, что вас обманывают. Значит, итак, что сейчас рассматривается? Берется такая область, которая называется расширение множества целых чисел при помощи корня из единицы. Значит, это что такое? Это надо взять всевозможные многочлены от произвольной буквы x и, в математике говорят, профитеризовать по многочлену fpd от x. Надеюсь, все помнят, что такое fpd. fpd это вот 1 плюс x плюс x квадрат и так далее, плюс x в степени к n-1. То есть, мы считаем, что любой многочлен, который делится на fpd, это у нас соединяется на 0. По-другому это, по сути, вот что такое. Это множество всех чисел, не чисел виноват, а всех таких вот выражений вида а нулевое плюс а первое епсилон, плюс а второе епсилон квадрат и так далее, плюс а по минус второе епсилон b минус второй, где все вот эти вот а-шки, где все эти а-шки, это произвольные целые числа. Заметьте, пожалуйста, почему я здесь написал до p-2. Потому что епсилон в p-1 уже выражается через предыдущее. епсилон в p-1 это минус 1 минус епсилон минус епсилон минус 2 это минус епсилон в p-2 степени. Вот. И сейчас, когда я беру сравнение по модулю q, то это вот какая еще фактуризация. Я не просто беру фактуризацию по многочлену f на п-частей, но еще и вот эти числа а у меня берутся по модулю q. То есть я число а заменяю на остаток b. Пока все понятно? Я объяснил строго, с чем я вообще реагирую. Сейчас будет выкладка. Выкладка вообще практически времени не займет, ребята. Объясняю. Я собираюсь возводить q.2 степень. Я собираюсь возводить q.2 степень. Способ номер 1. Су. Это с в 1 умножить на с в q минус епсилон. Так. Следите за руками. Итак, это с. Это всем понятно. Дальше. Это будет с в квадрате в степени q минус 1 пополам. Согласны? Да. Ребята, с в квадрате узнаем. С пишу. Минус 1 по В пишу. В квадрате пишу. В q минус 1 пополамную степень произведем. Работает. С. Минус 1 по В. В степени q минус 1 пополам. Так. Умножить на p в степени q минус 1. А я помню форму В. Кто помнит, что такое минус 1 по p? Не помните? Минус 1 по p. Нет. Это минус 1 в степени p минус 1 пополам. Вспоминайте, народ. Если p единица по модуле 4, то минус 1 по p это единица. То есть для числа в виде 4n плюс 1 должен получиться ответ. 4n плюс 1 минус 1 это 4n пополам 2n и все получается. Если число 4n плюс 3, то должна была получиться минус 1. Согласны? Слушайте, это значит я могу написать? Это значит я могу написать здесь минус 1 в степени p минус 1 пополам умножить на q минус 1 пополам и еще p в степени q минус 1. Ну слушайте, это совершенно замечательно. Это совершенно замечательно, поскольку я получил ответ в довольно симпатичном виде. Я вам больше что расскажу. Если вы помните, вот примерно такая штука была в квадратичном законе взаимности. Давайте я сразу напомню, что же такое квадратичный закон взаимности был. Это была такая штука. p по q умножить на q по p это минус 1 в степени p минус 1 пополам умножить на q минус 1 пополам. Заметьте пожалуйста, правая часть уже у меня возникла. Правая часть уже у меня возникла, но с левой части пока плохо. Теперь давайте все-таки посмотрим, как другим способом возводить в степень q. Возвращаемся к этому. Господа, скажите пожалуйста. Понимаете ли вы, как возвести в квадратичную степень сумму трех чисел? x в квадратичную степень плюс y в квадратичную степень? Конечно. Почему? А потому что сначала мы напишем вот так. Понимаете, да? y в квадратичную степень как бы одно число. Ну а потом это возведем. Ну и, надеюсь, понимаете, для четырех чисел и, в общем, я сказать не хочу. Чтобы возвести в квадратичную степень по моду q, надо каждое степень в квадратичную степень q. Значит, s в степени q сравнимо вот с чем. 1 в квадратичной, плюс ε в квадратичной, плюс ε в степени 4q, плюс и так далее и так далее, плюс ε в степени p-1 в квадрате. Ну, помните, что пу у нас было не нужно, при кубе были разные простые числа. Поэтому сейчас мы должны понять следующее. Если число куб – это квадратичный вычет, то в таком случае на самом деле у нас здесь просто слагание переставилось. Представьте себе, что q – это какое-то там а квадрат по модулю b. Вот так случилось, q – это а квадрат. Тогда у нас вот это идеально, да, переставровка. То есть, если у нас q – это какой-то квадрат, то здесь у нас написано, ну, 0, да, это же x в квадрате, 1 в квадрате. То есть, если q – это а квадрат, то у нас здесь так слагание переставилось. Замечательно. А если q – это нервный, да, и в таком случае у нас получилось, что s в q – это просто s. Значит, это s, если q – это квадратичный вычет. То наоборот. Ну, вот это слагаемое, конечно, общее. А вот все эти слагаемые – это в точности те слагаемые, те корни из единицы, которых не было в гауссовой сумме. Вы вообще помните, что когда вы берете корни из единицы всевозможные, их по штуке, да, ну, единица, x в квадрате, x в квадрате, x в квадрате, x в квадрате. Я пишу так. Единица плюс 2 умножить на квадратичные вычеты. Сумма тех, которые являются квадратичными вычетами. Это исходная гауссовая сумма. Если q – это квадратичные не вычеты, то выражение превращается в такое – 1 плюс 2 умножить на квадратичные не вычеты, да. Но, господа, обращаю внимание, что единица плюс квадратичные вычеты плюс квадратичные не вычеты – это в точности все корни из единицы, то есть это 0. Замечайте, как у нас есть такое тужество? 1 плюс квадратичные не вычеты плюс квадратичные не вычеты дают нам нормальную сумму. Значит, что такое квадратичные не вычеты? Это минус 1 минус квадратичные вычеты. Поздравляю! Я что-то сюда пишу. Сюда пишу минус 2 минус удвоенные квадратичные вычеты. Ребята, получилось минус 1 минус 2 квадратичных вычетов. То есть получилось то же самое со знаком минус. Давайте я это еще раз напишу так же. Гауссова сумма, возведенная в кубию степени. Значит, С, возведенная в кубию степени, это есть С, если квадратичные вычеты равно 1, и это есть минус С, если квадратичные вычеты равняются минус 1. И, конечно, у меня не будет. Ребята, до финиша осталось вот совсем-совсем чуть-чуть. Поскольку боюсь, что мне мало кто понял, еще раз пытаюсь это объяснить. Когда возводишь в кубию степень сумму, то на самом деле возводится в кубию степень каждое слагание. Это понятно? Если квадратичный вычет, то кой-то равням, а квадрат. И в таком случае слагаемые просто как-то поменять. Если кой-то квадратичный не вычет, то сумма такая. Вот первое слагаемое, его хоть в какую степень не возводит, все равно единица. А вот остальные, это будут в точности те, которых не было. То есть вот если исходная сумма, это было так, единица плюс удвоенная сумма корней вида, выражение вида эпсилон в степени квадратичный вычет, то получится единица плюс удвоенная сумма эпсилон в степени квадратичный не вычет. Но поскольку единица, а также по всем вычетам, а по всем невычетам в сумме это дает ноль, то по всем вычетам это минус один, минус по всем вычетам. Это значит, когда подставишь, то получишь точность той же самой жительной. Как эту формулу записать попроще? Да очень просто. Это есть q по b умножить на s. Это есть q по b умножить на s. Теперь я вспоминаю вот эту формулу. Я вспоминаю вот эту формулу и ее переписываю сюда. s в степени q это есть s тоже самое. Умножить на минус один в степени b минус один пополам, q минус один пополам. Умножить, куда не денешься, на b в степени q минус один. Так, ну, господа, здесь s и s одно и то же, поэтому по основному сократиться. Оно на q не делится, все замечательно. Вот, и в результате мы получили с вами такое замечательное соотношение. q по b сравнимо с минус один в степени p минус один пополам, q минус один пополам. Умножить, вот единственное непонятно, что с этим делать. p в степени q минус один. И я вспомнил. Найдите ошибку. Исправьте. Теорем будет доказано. Ошибка величайшая. s квадрата имеется. Вспоминайте, чем он на самом деле. На p? На p, конечно. Конечно, на p. s квадрат, мы уже считали, квадрат гауссной суммы, это p. Прогласны? Отлично. Идем. s квадрат – все замечательно. Здесь что? p. Здесь p. Значит, здесь что? Пополам. Значит, здесь что? Пополам. Значит, здесь что? Пополам. Пополам. Ребята. Вот теперь надо вспомнить, что такое p в степени q минус один пополам, У нас был, так называлось, критерий Эйлера. Что такое ПФ степени Ку минус 1 пополам? Кстати, мы им пользовались сегодня для минус 11. Помните? Минус 1 по расходному модулю это минус 1 степени по минус 1 пополам. А ПФ степени Ку минус 1 пополам это что? Это П по модулю Ку. Вспоминаем. ПФ степени Ку минус 1 пополам это ПО Ку по модулю Ку. Я сейчас не имею никакой возможности это объяснять. Для этого была просто специальная лекция о квадратичных вычетах и квадратичных вычетах. И там был кусочек, это называлось, критерий Эйлера. Не обязательно для простого числа. Для любого числа, когда его возложишь в Ку минус 1 пополам, то получается, по-моему, символ Брижана. Значит, я наконец-то могу сделать то, что должно быть. Я вот это ПФ степени Ку минус 1 пополам заменяю на что? На символ Брижана. На символ Б по Ку. Ребята, Ку по П. Минус 1 в степени Ку минус 1 пополам Ку минус 1 пополам. И П по Ку. Все. Все, кто должен встать на своем степени. Вы сказали, что кто-то из них слева, кто-то справа. Ну, вообще, извините, это все плюс минус 1. Символ Б по Ку это единица или минус 1. Символ Ку по П это тоже единица или единица. С какой стороны равенства писать единицу или минус 1 значение никакого не имеет. Если вы сейчас перенесете это налево, то от этого ничего не изменится. Потому что в квадрате и единица даст единицу, и минус 1 даст единицу. Это совершенно невозможно.